Тонкая копия вышла. Защищаемая физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Елену в защитный скафандр на время работы с тонкой копией Елены. Поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Елену и интересуемся, готова ли она к диагностике. Доверит ли она нам свое биополе наперед сеанса? Доверит. Я даю команду на счет Рискэнер. Начинает сканировать пространство над головой Елены, под ногами. 360 градусов вокруг нее. На всех семи тонких телах находится. Скэнер сканирует все семь тонких тел Елены. Находит все. У нее внутри какая-то радость. Хорошо. Она почему-то говорит, что ее биоробот, он болеет. А что с ним? Голову показывает. Когда я выхожу из него, мне радостно. Она чистая. Она чистая. Хорошо. Считай, пожалуйста, сколько энергии и какая частая вибрация у Елены сейчас? 82. И? 12. У меня две цифры. 12-14. От 12 до 14. Но это очень невысокие вибрации, Елена. Я не знаю, понимаете ли вы себе вибрации или нет. Хотелось бы верить. Но 12-14 это 14-15 герцовый демон спокойно туда заходит. Это не есть хорошо. Не знаю, чем так это ослаблено. Но у нас сейчас остались 10 вопросов к куратору. И мы сейчас будем приглашать к кураторам и узнаем у него все эти вопросы. Приглашая в нашу комнату диагностики куратора или учителя Елены, пожалуйста, придите к нам в комнату диагностики. Мужчина. Приветствуем. Снимается все маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой впервые в данном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Елены. Представьтесь, пожалуйста, как нам обращаться к вам. Михаил. Михаил. Вы куратор или учитель? Куратор. Уважаемый куратор Михаил. У нас мы проводили чистку Елены, проводили проверку. И у нас есть такая ситуация, как проблема со здоровьем и 10 вопросов, которые Елена записала своему куратору. Нам бы хотелось эти 10 вопросов вам задать. Возможно, мы как-то сможем Елене помочь. Будете ли вы так любезно ответить на эти вопросы? Давно пора встретиться. Согласен, согласен. Тем более, я сделаю небольшое отклонение. Мы поднимали Елену в прошлом чистке в клинику Архангела Рафаила. Архангел Рафаил сказал ей, что причину она должна найти сама. Из чего это все идет. И, возможно, я очень надеюсь, что мы в процессе сегодняшней нашей встречи как-то сможем этот вопрос немножечко больше прояснить. Потому что Елена сказала, что она догадывается, но не совсем уверена. Итак, я начну с первого вопроса, если вы позволите, уважаемый Михаил. Я сразу хочу сказать, что я не смогу. На все вопросы ответить. Ответить в том виде, как вы ждете их ответов. Я лишь стучусь к ней и направляю решение ответа. И она должна найти сама. Безусловно. Я не хочу ни в коей мере, чтобы вы получили впечатление такое, что мы хотим готовые ответы получить на ситуации такие, как что делать, куда идти, правильно или неправильно, ни в коей мере. Нет. Это вы вправе, безусловно, отклонять такие вопросы. И мы сразу говорили, никогда не задавайте такие вопросы. Это ваша жизнь, это ваша ответственность. Вы должны принимать решения. Вариантов много. Это все опыт. Поэтому, как вы решите, если вы услышите вопрос, который вы не хотите отвечать, скажите следующий вопрос. Если мы можем так договориться, было бы отлично. Я отвечу на все вопросы, но отвечу так, как я понимаю эти ответы, так, как я могу дозировать информацию. А другая информация нам не нужна. Нам нужно чисто ваше мнение, как вы считаете. Вы куратор ее в этой жизни. Соответственно, вы лучше понимаете. Есть рамки, которые нужно знать. Это не от меня зависит. Согласен. Я могу начинать? Да. Первый вопрос. Где родилась моя душа и сколько ей лет в земных годах? Хороший вопрос. Марс. Марсианка. Отлично. 105 тысяч. Марс. 105 тысяч лет назад. Как будто вчера было. Благодарю вас. Я прошу прощения, уважаемый куратор. Вы должны понять, уважаемый Михаил, что мы любим на земле эти цифры. Мы так воспитаны. У нас все изменяется. Это недалек для истины. Для определенных объектов. Это действительно, как вчера. Да. Потому что нам объяснили это с тем, что время на земле течет по-другому. Это правильно? Или это другая причина? Это правильно. Благодарю вас. Второе вопрос. Есть объекты космические. Где 105 лет, как вчера. В связи с этим, уважаемый Михаил, у меня такой вопрос возник. Почему ценен так опыт на земле? Не связано ли это с тем, что наша жизнь до такой степени здесь коротка, то есть в физическом воплощении на земле, что мы можем получить за какой-то короткий промежуток времени очень большое количество опыта? Нет, это не об этом. Ты, конечно, прав. Это не является причиной. Хорошо. Дело самой планете. Хорошо. Это определенные нюансы. Это не касается нашей темы. Благодарю вас и за это разъяснение. Я перехожу к следующему вопросу, чтобы не терять время, если вы позволите. Продолжай. Второй вопрос. Возникли ли новые кармические узлы в этом воплощении и с кем? Мне непонятен вопрос. Перефразируй. Я бы это сформулировал так. Сделала ли она что-то до такой степени неправильно в этой жизни, что и существует вероятность возникновения нового кармического узла, который проявится в следующей жизни? Мне кажется, она хочет получить от вас или опровержение, или подтверждение своим словам. Вы неправильно понимаете сущность кармических узлов. Перефразирую я. Пожалуйста. Как я это понимаю. Хорошо. В определенной ситуации. Сделала ли я правильный или неправильный выбор, который повлияет на мою дальнейшую жизнь, на этой или других планетах? Это то, как я слышу ее вопрос. Мой ответ будет и да, и нет. Пока этот отрезок жизни не закончен, ты можешь менять свое направление вектора в этой жизни на Земле. Благодарю вас. Очень понятно. Вы закончили? Мы должны понять, что пока жизнь идет, все можно менять. А это значит, я не могу ответить на этот вопрос, потому что все может поменяться в дальнейшем будущем. Уважаемый Михаил, и тем не менее, это очень красивый ответ. Я доволен, у меня нет никаких вопросов к нему. Здесь все понятно. Я больше, чем уверен, Елена точно так же поняла. Благодарю вас. Я могу переходить к третьему вопросу? Нет, я еще хочу добавить. Вы рассматриваете кармические узлы как что-то злое, недоброе, болезненное, потери. Так и есть. Нет. Кармический узел – это выбор. Это не наказание. Я просто говорю, так и есть. Это в том плане, что люди так и думают. Выбор, который вы из-за своего страха в большинстве случаев необоснованного не рассматриваете как вариант выбора, а идете протоптанной дорогой. Это, например, касается рождения детей. И мужчины и женщины от страха избавляются от них, совершенно не задумываясь о дальнейшей жизни. Очень часто такое случается на земле. Из-за страха рискнуть и сделать какое-то действие. Вы теряете, можно сказать, еще одну жизнь. Это касается переезда. Это касается каких-то решений ответственных, где нужно принимать ответственность на себя. Вот это и есть кармические узлы. Принять ответственность и сделать выбор ответственно. Кажется, я нашел правильные слова. Вы позволите мне свою точку зрения высказать по этому вопросу. Я воспринимаю кармический узел, во-первых, тоже не как наказание. Если исходить из того, что мы сами себе выбираем, большинство этих кармических узлов, для того, чтобы их проработать при этом воплощении, это никак не может являться наказанием. Уже само по себе. И с другой стороны, мне кажется, это уникальный шанс для человека, для того, чтобы он проработал эти проблемы и тем самым поднял уровень своего высшего Я. То есть здесь опять нет никакого наказания. Есть какие-то ошибки из прошлых воплощений, которые надо исправить. Ну, человек их добровольно выбирает сам, рассматривая свою жизнь при подготовке к этой жизни. Насколько я информирован, этот процесс подготовки к воплощению на Земле или вообще к воплощению, он длится достаточно долго. Человек, проработав все свои ошибки, еще выбирает себе, насколько я информирован, куратором и прорабатывает с ним какие-то еще определенные задачи. Поправьте меня, пожалуйста, если я в каком-то пункте допустил ошибку. Я лишь хочу добавить, что ошибки, их не нужно прорабатывать. Их нужно понять, признать и взять ответственность за это. Это и есть осознанность. Как вы просто и красиво сказали насчет принятия ошибок, человек, знающий, что он где-то в каком-то месте допускает ошибку, знающий и осознавший это, будет себя контролировать в следующий раз, чтобы не допустить такой ошибки. Если это, например, скажем, банальный пример, там неправильная реакция на какое-то событие, то в этом случае человек, возможно, задумается, стоит ли ему применять эту стандартную реакцию, этот протоптанный путь, как он обычно реагировал, а не стоит ли ему хотя бы прислушаться к мнению своего контрагента и, возможно, изменить свою точку зрения. Совершенно верно. Ошибку нужно увидеть. Это самое главное. С этого начинается. Я просто хотел сказать, что это не такой страшный процесс для души, процесс осознания. Это просто принятие критики. И с этим можно отлично жить, потому что эта критика направлена только на твое будущее, для лучшего для тебя, для того, чтобы ты перерос через этот определенный какой-то холм и увидел, например, вот эту огромную картину, красивую, которая на вершине этой горы открывается. Прошу прощения. Совершенно верно. Я бы хотела еще добавить, что критика иногда бывает правильной, и это приведет к тебе к еще большему осознанию. А иногда мы боимся чужого мнения, поэтому идем протоптанной дорогой, как все, проживая свою жизнь. А почему мы боимся чужого мнения? Не потому ли это, что они действительно чужое мнение может быть правильным? Или это эгоизм? Чужое мнение важно, когда общее дело. Или же когда вы задаете вопрос, и вам интересно чужое мнение. В большинстве случаев люди на Земле боятся из-за того, что у вас развита система, выпав из которой чуть-чуть вы будете белой вороной. Люди боятся взять ответственность за это. И остаются как все. Так и просится слово отстаивать свои ценности. Прямо и напрасно. Страх отстаивать свои ценности. Даже если человек понимает, что это неправильно, но он молчит, мне кажется, это не совсем правильно. Я бы не говорил про ценности. Я бы говорил про выбор. Про выбор. Хорошо. Благодарю вас за это, уважаемый Михаил. Мы чуть-чуть отклонились от нашей темы. Я перехожу к третьему вопросу. Он довольно интересный. И в принципе является сутью нашей сегодняшней встречи. Если вы позволите, я бы зачитаю. Позволь. В чем причина возникновения онкологии? Где исток болезни? Исток болезни в пустоте внутри. В том же причина. Прошла дальше. А могла свернуть и наполниться. Я не скажу больше. Нам дело в том, что и Архангел Рафаил не сказал больше. И я понимаю, в этом есть свой смысл. Для того, чтобы она сама, скорее всего, нашла эту причину. Это ее домашнее задание. Я тогда, если вы с этим вопросом ничего не хотите добавить, перехожу к четвертому вопросу. Я не имею права добавить. Я уже конкретно описал ситуацию. Благодарю вас. Следующий вопрос. Какие земные лекарства мне применять? Какая земная методика лечения мне поможет? Травы. Растительные плоды. У вас есть на земле технологии. Ищи. Ты на правильном пути. Скажите, уважаемый Михаил, вы помогаете ей в этом поиске? Она бы не была здесь. Я просто это почувствовал сейчас. У меня... Вы достучались до нее. Благодарю вас. Хорошо. Ответ Елена услышала сейчас. И она найдет его. Можно следующий вопрос задавать? Я бы хотел... Пожалуйста. Расширить ответ на предыдущий вопрос. Лечение, да. Лечение земные. Я бы хотел рассказать про твои энергии и как ими ты можешь излечать свой биоробот. Это было бы очень интересно. Я просто опишу. В данный момент ты состоишь из семи тел гармонизированных и наполненных энергиями Марса. Твоя задача именно так представлять их одно за другим. Как матрешка. Кстати, матрешка именно символизирует тела человека. Мы так и зачетую себя выставляем. Как матрешка. Все понятно. Я лишь описал, как выглядит Елена. Твоя задача представить себя так и расширять эти тела. Чтобы наполнять энергиями биоробот каждое тело должно пройти через ткани биоробота. Расширяешь пока красное тело не заполнить полностью твой биоробот. Выше него идет оранжевое и еще выше желтое зеленое голубое синее и фиолетовое и сужаешь до уровня когда фиолетовое тело обволакивает твой биоробот. расширяешь расширяешь и сужаешь свои тонкие тела чтобы все энергии прошли через ткани биоробота и зарядили его твоими внутренними энергиями. Я понятно объясняю? Мне все понятно. Я вижу луковицу если ее разрезать вижу эти слои как вы все объяснили это для меня все как визуализация идет. Я понятно объясняю как расширять и сужать. Конечно. Благодарю. Мы можем идти дальше. Если вы позволите маленькое дополнение это расширение всегда идет изнутри. Это очень важно добавлять землянам потому что они что-то воспринимают что это снаружи приходит а для этого надо выдвинуть или если вы хотите расширить например свои поля нам надо изнутри этот стержень марсианский который у тебя есть энергия выставить например скажем так какую-то определенную защиту из этого цвета вот так мы это себе представляем. Поправьте. Давайте я объясню сначала. Пожалуйста. Повторяю. Елена выглядит сейчас из семи тел где внутри красное за ним идет оранжевое сверху идет желтое покрытое зеленым потом голубое синее фиолетовое тело одно за другим представили да теперь ставьте внутрь ее биоробот есть красное тело полностью покрывает биоробот все остальные выходят за грани понятно да теперь сжимаете все тела до уровня когда фиолетовое тело покроет биоробот все остальные заходят внутрь биоробот есть теперь расширяйте эти тела до уровня когда красное тело будет оболочкой биоробота а все остальные тела выходят за грань таким образом сжимая и расширяя эти тела биоробот и ткани наполняются всеми энергиями внутренними вот это да пропуская через все ткани благодарю вас за это Михаил за эту информацию честно говоря даже я об этом не знал очень интересная методика благодарю вас я уверен Елене это поможет и объяснение ваше и дополнение очень рад что вы поняли эту методику это замечательная методика излечения биоробота и для нее это самое главное сейчас и я очень благодарен вам за то что вы сейчас это в такой форме озвучили если мы здесь закончили двигаемся дальше пятый вопрос как сгармонизировать отношения с противоположным полом что убрать из характера меланхолию коротко и четко уважаемый Михаил нету никаких вопросов продолжать дальше да шестое мое близнецовое пламя воплощено вопрос сильный знак близнецовая душа что она имела ввиду нет хорошо следующий вопрос седьмой могу ли я стать богатой или обеспеченной в этом воплощении я бы хотел вернуться к предыдущему вопросу близнецовое пламя продолжать благодарю вас она неправильно понимает это тоже ответ благодарю вас седьмой вопрос могу ли я стать богатой или обеспеченной в этом воплощении конечно отлично восьмой в твоих руках будущее многовариантно выбери правильный путь и откроются новые двери восьмой вопрос когда и где было мое последнее земное воплощение и кем я там была я бы хотела добавить по предыдущим вопросам пожалуйста замени меланхолию холодным умом хороший совет это ответ на предыдущие два вопроса отлично даже три вполне абсолютно верно хорошо продолжать где когда и где было мое последнее воплощение и кто я была земное воплощение прошу прощения а я уже собрался ответить что на марсе и было она написала про землю на марсе и было конечно да ну расскажите немножко о земном воплощении если ее так интересует она была уверена что она с арктура почему-то не знаю потому что получила позитивный опыт генетическая память совершенно верно благодарю вас и так немножко ее прошедшей жизнь если вы в архиве посмотрите или можете посмотреть или мы занят все не перебиваю военный мужчина гусар ух ты вот это да 1800 какое или даже раньше 1787 год да была гусаром сколько прожила прожил семья была дети счастлив сколько какой опыт взял с собой если можно такие вопросы направляющие сопутствующие задать хорошо управлял саблей был красив с собой я сейчас вижу усы гусарские 50-го года прожил 52 года убили или сам погиб от старости или как там болезни разочарование а можно об этом пьянство разочарование и пьянство разочарование это не связано с идеалами которые он преследовал в той жизни разочарование в идеалах или в себе это связано с осознанием души вот как и мелочности жизни приказов и их выполнения жена жена была рядом до конца как интересно благодарю вас уважаемый Михаил за этот экскурс в прошлую жизнь если вы здесь закончили если хотите добавить что-то пожалуйста или я перехожу к следующему вопросу переходи девятый предпоследний вопрос у меня есть кармический узел с душой моей мамы вопрос это не карма это любовь а как она могла карму узел с любовью перепутать я вот не совсем сейчас понимаю или это выражение такое это особая любовь которая воспринимается как кармический узел или как это понятил это трудно ответить потому что кармический узел в вашем понятии это совсем другое Давайте исходить из того, что у нас неправильное понимание кармического узла. Какие очень многое неправильное понимание многих других вещей. Если можно как-то прийти к общему знаменателю. Заботиться о родителях. Это ваш долг на земле. Не карма. Но заботиться о родителях можно по-разному. Как будет правильно? Заботиться. Правильно будет заботиться, а не бросать родителей. Забота может быть издалека. Забота может быть рядом. Забота может быть раз в два дня посещения. Но это всегда забота и боль внутри. Благодарю вас, уважаемый Михаил. Я могу к последнему вопросу переходить. Я бы хотела вернуть вас к вашим заповедям. Одна из них гласит. Не бросать родителей. Чтить. Это и есть забота. Здесь нет кармического узла. Здесь есть обязанность. Определенная ответственность. И любовь. И любовь. Как я уже сказала. Глубокие слова. Благодарю вас. Все понятно. Продолжаю. Последний вопрос. Почему меня так тянет к мистике и ясновидению? Космическая душа. Она владела, скорее всего, ясновидением в прошлой жизни. Или другими вещами интересовалась. И это опять мы вернулись к генетической памяти, да? Не, непонятен вопрос. Почему меня так тянет к мистике и ясновидению? Мне тоже не совсем понятен вопрос. У меня встречный вопрос. Пожалуйста. А кого не тянет? А кого тянет? А кого не тянет? А, ну действительно. А кого не тянет? Узнать свое будущее. Дело не в будущем. Дело в том, что осознанная душа вспоминает, видит знаки, слушает интуицию и, соответственно, ищет информацию. А так как на Земле этому не учит, это считается мистикой. Поэтому мне непонятен вопрос. Да, я теперь понимаю смысл, почему вы его не понимаете. Это действительно так, как это не печально. И можно даже в одном предложении это заключить. Вы знаете, на Земле нигде, ни на каком этапе жизни, ни в школе, ни в университете, институте и так далее, нигде не обучают, как быть хорошим человеком. К примеру. Что можно делать, что нельзя делать. Что такое хорошо и что такое плохо было дано на Земле. Каждый выбор делает свой и берет ответственность на себя. И действует осознанно, в соответствии с этими знаниями. Уважаемый Михаил, благодарю вас сердечно за эти ответы, которые вы нам сегодня здесь предоставили. От меня, от Веры и от Елены. Примите, пожалуйста, искреннюю нашу энергию благодарности. У нас есть еще, если вы хотите активировать в ней какие-то еще, пожалуйста, активируйте, пропустите по кругу энергии Марса. Дай мне твои руки. Энергия Марса. Она внутри тебя. Какого она цвета? Из ног поднимается вверх. Красного цвета. Это спираль. Но состоящая из трех пружин. Одна ниже другой. Они крутятся все вместе, создавая вибрации в твоем теле. Пользуй ее. Это твои родные энергии и вибрации. Готово. Благодарю вас. Скажите, а на Марсе есть воины? Вот она себя считает... Воин. Воином она себя считает. Воин, да. Я, например, ангел-воин. С черными крыльями. Вот есть на Марсе воины. Такие, ну, как я не знаю, как военные души. В ее понимании. Потому что она почему-то себя воином считала. Считает. Может быть ошибкой. Мне нечего сказать. Каждый дает то, чем он наполнен. Благодарю вас. Уважаемый Михаил. И генерирует, соответственно, то, что он дает. Согласен. У меня еще остался самый-самый последний вопрос. Она хотела бы... На каком уровне высшего я? На каком уровне находится ее сейчас высшее я? Она уже была гусаром. И разочаровалась в выполнении приказов. Если она внутри воин, то, соответственно, должна понимать, что вводят нападения. Могу подтвердить. Мне трудно это понять. Вы сами выбираете себе название. Согласен. Согласен, уважаемый Михаил. Благодарю вас. Вы никогда не жили на Земле? Вы были когда-то воплощены на Земле? Вы знаете, имеете опыт? Очень давно. Отлично. Почему я это говорю? Потому что у нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики. Всем кураторам, всем учителям из ангельских миров, первородные души, с любых планет, с Марса, с Арктура, с Плеяд. Мы всегда делаем один определенный подарок, который все с удовольствием берут. И мне хотелось бы вам преподнести от нас, за вашу помощь, которую вы сегодня оказали нам в этом сеансе, большую корзину самых вкусных и чистых ягод, которые только есть на Земле. Самые спелые ягоды. Один, два, три. И, Верочка, большая корзина этих ягод появляется в твоих руках. Я спрашиваю куратора Михаила, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак благодарности? Это единственный чистый экологический продукт, который у нас остался. Последний вопрос. Подвис в воздухе. Одиннадцатый уровень высшего я. Благодарю вас. Одиннадцатый уровень высшего я. Это очень высокий уровень. Соответственно, большая ответственность лежит в этой жизни на человеке, чтобы подняться на двенадцатый уровень, я так скажу. Но первый шаг сделан. Это интересный подарок. Благодарю вас. Благодарю вас. И мы благодарим вас. Примите на этом месте нашу искреннюю энергию благодарности от Елены, вашей подопечной, от Верочки, от меня. И мы закончили. Я не говорю прощайте, я говорю до скорых встреч. Привет Марсу. Возможно, мы еще когда-то встретимся. Может быть, у нее новые вопросы будут. Или она захочет что-то еще узнать. Кто-то может связаться со мной напрямую. Объясняю. Хорошо. Давайте вернемся вот сейчас как раз. Эту тему как раз мы закончим. Насчет контакта с вами. Это очень важный такой вопрос. Как связаться со своим куратором? Что ей нужно конкретно сделать? По шагову. Если можно. Задать четкий вопрос. Лично мне. Вы не говорите, что надо выстроить канал. Сначала и позвать. Вот так функционирует у вас? Попробую так. Прямой короткий вопрос. Не требующий разъяснения. Правильно? Я так понимаю? Правильно. Все. Благодарю вас. Почему я переспросил? Потому что вы не первый куратор, который нам уже советовал при общении с куратором употреблять короткие вопросы, не имеющие какого-то контекста. Прямой вопрос – прямой ответ. Сложный вопрос – сложный ответ. Хорошо. Я думаю, Елена это тоже запомнила. Отлично. Уважаемый Михаил. Так работает. Объясните, пожалуйста. Твой вопрос – прямой короткий ответ. Если же есть вопрос по какой-то ситуации, вы не зря говорите. Утро вечера мудренее. Ложась спать. Пошлите эту ситуацию как намерение. И разъяснение придет на утро. Есть у нас такая пословица. Есть у нас такая пословица. Благодарю вас за это сравнение. Очень понятно. Отлично. Хорошо, уважаемый Михаил, мы закончили. Больше вопросов у нас нет. Это не сравнение. Это не сравнение. Это остатки информации. Пазла, который вы не можете сложить. Я разъясняю, откуда это идет. Отлично. Благодарю вас. Я благодарю вас. Принимаем вашу благодарность. И до скорых встреч. Всего вам наилучшего. Высоких, чистых энергий, высоких вибраций. Уважаемый Михаил. Встречайте. Всего доброго. И рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Отлично. Хорошо. Елена, как вы себя чувствуете? Вы поняли все ответы вашего куратора? Много работы. Согласен. Хорошо. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Елены в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой изделеньки головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. Я на месте.